Привести в порядок за 3-4 года такое поручение относительно дорог Беларуси дал сегодня глава государства. Во Дворце независимости прошло профильное совещание. Проанализировать проблемы в этой сфере Александр Лукашенко решил еще в декабре во время открытия второй кольцевой. В последнее время большое внимание уделялось развитию республиканских трасс. Состояние же местных дорог отошло на второй план. И теперь необходимо найти решение вопросов, связанных с региональными трассами. При этом от 6 до 10 тысяч километров покрытия в Беларуси требует неотложного ремонта. В течение 3-4 лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. 3-4 года. Короче, конец этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, которые мы с вами опробировали на практике. Притом надо иметь в виду, что дороги мы договорились сделать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно, но, по крайней мере, еще ни один специалист не доложил, что это невыгодно, значит, надо делать эти дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно, значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю, технологий достаточно. 4 года на то, чтобы не просто изыскать какие-то там средства, а чтобы четко определиться и привести нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами. Одной из ключевых тем совещания стало финансирование развития сети региональных автодорог. Президент отметил, что местные власти часто ссылаются на нехватку средств. Уже по окончанию разговора министр финансов Владимир Амарин объяснил журналистам, как будут распределяться деньги. На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 годы будет направлено около 900 миллионов рублей. Это будут средства Республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взымаемые за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Из этих 900 миллионов примерно 40% это будут средства, поступающие от взымания государственной пошлины. Уже в текущем году будут направлены на улучшение местных дорог около 127 миллионов рублей за счет указанных источников. На совещании, которое длилось около трех часов, детально обсудили не только финансовые вопросы, но и рассмотрели технические аспекты реконструкции дорог. Главные критерии по-прежнему – эффективное использование средств, грамотные технические решения и хозяйский подход. В целом местные автодороги сегодня связывают 23 тысячи населенных пунктов, в том числе и подъезды к промышленным, сельскохозяйственным объектам, санаториям, а также памятникам. Усовершенствованное покрытие имеют меньше половины местных магистралей. Всего в стране 71 тысяча километров региональных трасс. Подробности совещания в наших следующих выпусках.